у нас с вами семинар по тестированию ведет преподаватель центра компьютерное обучение специалист александр кораблин всем доброго вечера и так несколько слайдов написал но в основном конечно мы будем заниматься здесь программирование естественно java я выбрал так как джи юни да в общем то это специально для тестирования java кода библиотека но хотелось вначале несколько слов вспомнить про тестирование ну скажем так для себя проговорить хотя бы вообще нужно это или нет вот кто-нибудь занимался тестирование с тех кто подключился я не буду делать опросы те кто в группе сидит кто-нибудь занимался тестированием то есть кто-то занимался тестированием и естественно как бы оно ни было разнообразно здесь мы оставляем из всего только модульный тестирование да то есть у нас тестирование то который должен выполнять программист программист написал какой-то код функцию там не ваш как это называется на java метод все любят это называть и протестирует убедиться что там математика бизнес логика которая была положена по техническому заданию ну и правильно реализовал но должен программист сделать должен должен пройти по своему коду пошагу посмотреть разобраться выполнено все корректно соответствии с техническим заданием или нет да обязан это и есть тестирование элементарного не минимального объема функционала что это такое ну функция момент но хотелось бы обсудить здесь плюсы и минусы тестирования модульного тестирования и мне кажется что надо конечно начинать всегда с минус вот на мой взгляд да и в литературе там где то я видел постоянно про это упоминает проблем то вся в чем во времени сколько на это нужно потратить сколько нужно написать тестов чтобы охватить весь функционал который есть у вас в любом приложении но если посчитать пальцем сколько у вас этих самых функций но я бы еще на 2 умножил как минимум да потому что тестов можно даже на один какой-нибудь элемент функционала написать с 10 поэтому много это время требует их же тоже нужно тесты а если вы потом внесете какое-то изменение в код в тест нужно вносить изменения скорее всего да это это же хорошо если у вас управление проектами включает себя как элемент тестирования она тогда будет по крайней мере в календарном плане и на него пойдет какое-то до официальное время но хотелось бы конечно вот именно вот эту составляющую трудоемкость надежность тестов как-то но все-таки в рамки в какие-то приличные загнать и для этого ну вот то что мы будем сегодня разбирать некие готовые библиотеки про плюсы я не буду ничего рассказывать я специально поставил там многоточие потому что для этого как раз вся литература по тестированию написано там прочитаете положительные моменты я видел что они есть видео и хорошо как мы можем уменьшить трудоемкость очень просто нужно чтобы ну скажем так вы же понимаете что написание любого кода на любом языке она как-то в общем-то достаточно всегда выглядит стандартно класс метод ну понимаете скобочки и всякие разные параметры модификаторы и очень много таких вот проходных моментов которые в общем-то по практически всегда одинаковые кто этим должен заниматься не мы можем конечно что программе сидел с руками набирал ему первое время это даже будет им нравится когда он напишет 100 таких методов одинаковых он уже понимаете да подумает а где возможности генерации кода то же самое для тестирования то абсолютно то же самое я что должен сидеть писать на все эти тесты в рукопашную неумно это поэтому хочется чтобы тесты в каком-то виде понятно что полностью для вас весь код не может быть сгенерируем какую-то обертку для любого теста неплохо было бы получать готовим в любом случае нам бы хотелось чтобы огромное количество тестов выполнялись допустим каждый вечер о простите этих тысячи рука по рукопашную это сделать просто нереально поэтому автоматизация регрессионное тестирование модульное тестирование но предполагает да что у вас какая то есть среда которая позволяет вам эти тесты выполнять многократно и писать эти тесты хотелось бы ну скажем так хотя бы процентов на 30 вручную остальные 70 процентов получить готовы естественно мы так как на платформе java и моя любимая среда разработки те кто сталкивался с моими семинарами и курсами это netbeams и соответственно библиотека который будет нами сегодня использована для модульного тестирования g-unit почему выбрана g-unit просто потому что она одна из уже включенных netbeams если кто-то посмотрит у меня запланирован на этот год четыре семинара и у меня будет разбираться на каждом семинаре разный вариант модульного тестирования первый g-unit потом у меня будет тест ng где-то будет спок и скала тест ну так вот да и потихонечку на следующем семинаре она будет сравнение делаться потому что здесь же в видео на первом слайде написано хорошо или плохо откуда я знаю если я пока не видел других вариантов но в смысле пока мы не видели других вариантов поэтому посмотрим сегодня один вариант уже следующий раз можно будет что-то сравнить и так что из себя представляет g-unit пару слайдов потом мы переходим к коду теории на этом закон завершим и так основные основные классы документации свободно выложены всегда можете найти прочитать посмотреть много примеров но самое важное то что мы здесь видим первое пусть будет не тот который по списку первый тест кейс это с класс от которого мы должны наследовать если хотим писать свой какой-то вариант тестирования который потом может автоматически исполняться от него нужно наследовать зачем но как обычно есть какой-то готовый функционал есть какие-то полиморфные методы те что вы можете переопределить например представьте что в начале каждого теста нужно выставлять определенный набор параметров а теперь представьте что их тестов много в этом классе а параметры одинаково чем буду в каждом методе повторять код дублировать каждом тестовом методе дублировать код нет конечно я могу переопределить специальный метод наследует тест кейс и сказать вот пожалуйста параметр таким значением равны он будет автоматически вызываться перед каждым тестом поэтому у нас много интересного функционала который может срабатывать дополнительно перед каждым тестом после каждого теста и так далее это все обеспечит как раз класс супер класс как джава принято называть тест кейс еще очень полезные этот тест вот этот вот с названием сьют пусть будет сьют смотрите идея в следующем а вдруг нам нужно выполнить ну скажем так про мм некий тесты определенный набор тест причем из комбики если я создал класс наследник тест кейс он же весь будет выполняться да он будет весь выполняться асиду мне мало а誌 там деса так здесь десяток а мне нужно тысячу выпадок вопрос вы создаете рао скажем так берете использовать этот класс секс player который позволяет внутрь себя упаковать любое другое количество нужно стамп тест все и вы получаете контейнер сколько таких контейнеров можно создать. На все случаи жизни. Хотите протестировать тот функционал, хотите протестировать какую-то библиотеку, хотите, да ради бога, вы можете сделать этих наборов тестов столько, сколько вам нужно. А запускаются они одним кликом или тремя строчками кода. Весь набор. Еще очень важно для нас это после выполнения теста любого набора, в том числе, результатами разобраться. О, вот это все складируется в тест результат. Там много интересных возможностей в классе test result. Дело в том, что он позволяет, ну скажем так, проведя тесты, потом проанализировать, ну естественно, в цикле результаты. Например, можно интегрально получить оценку, все тесты завершились. Можно узнать вообще, сколько этих тестов было. Можно узнать, были ли там ошибки. Тут ошибки, кстати, делятся на два типа. Может быть, ошибка, которая означает, что мы не прошли по результатам теста. Например, какая-то математика, наш тестовый случай говорит о том, что должен быть результат сей. А мы получили семь с половиной. О, у нас, скажем так, соответственно, будет некое несоответствие. Это значит проваленный тест. А может быть, в тест результат еще результат, который обозначается у них как слово error в английском, как ошибка. И это будет, например, генерация исключения. Ну, как обычно, не запланированная ситуация. Мы что-то сделали, бах, и это уже будет совсем другой результат выполнения теста. Поэтому, вы скажете, а если это запланированный был результат? Ну, значит, мы должны более грамотно были написать тест, который бы сказал, что именно появление исключения в этой ситуации и есть правильный результат. Но это все хранится вот в этом объекте test result, и он очень себе содержит много и подробной информации о каждом тесте. Первый класс assert. Это те самые проверки. Тест отработал, понятно, что мы хотим результаты сравнить с каким-то эталоном. Вот, вот в этом классе все значения, все, скажем так, методы, все способы сравнения, которые авторы смогли придумать. Если вы не найдете какой-то проверки, я рекомендую сразу им писать, они сразу еще добавят. потому что фантазия у людей у группы, а у вас у всех она может быть намного богаче. И некоторые дополнительные для тестов какие-то, ну скажем так, правила, замечания, вот могут быть с помощью вот этого класса test rules сформированы. Есть готовые, уже готовые варианты вот этих вот правил, я парочку покажу, а можно на следу от этого класса test rules создавать свои нестандартные какие-то варианты. ну мало ли что мы хотим в тесте еще дополнительно оценить, но ради бога. Главное, что этот test rule его можно прикрутить к классу, к методу, к отдельному тестовому, понимаете, да, то есть вы можете сразу у класса поставить, и для всех это правило будет, по-моему, я может быть вру, конечно, с класса, но можно сделать, что на все методы, которые внутри класса, это правило будет распространено, это сделать точно можно. Вот то, что мы сейчас видим, ну как бы это сказать помягче, хотел сказать прошлый век, не совсем, не совсем, конечно, прошлый, все дело в том, что все-таки у нас с вами, помните, в какой-то версии Java появилась такая штука под названием аннотации, я не готов сказать, в какой версии, там вот конкретно, 2005 год может появились аннотации, но с появлением аннотации некоторые вещи появилась возможность сделать несколько проще и иначе, например, на сегодняшний день, есть библиотека G-Unit, понятно, есть там версия G-Unit, допустим, у нас третья, есть G-Unit четвертая, мы будем пользоваться последней версией, так вот, в последней версии никто вас не заставляет наследовать от тест-кейса, вы не любите наследовать, ради бога, не наследовать, вот с помощью аннотации, вы все то же самое, что там можно было сделать с помощью наследования, указывайте, хотите, чтобы какой-то метод вызывался, не наследуем от тест-кейса, можем пользоваться аннотациями, не наследуем в этом случае от тест-кейса, вы можете любой метод сказать, вот он должен вызываться перед каждым тестом метода, его надо просто-напросто отметить, какой аннотации, догадались, before, все понятно, а можно после каждого теста метода что-то вызывать, понятно, что тот, который before, он какие-то делает настройки, автор, соответственно, делает, какой-то, зачищает что-то, какие-то ресурсы освобождает, кстати, интересно, что прежде чем производится тест, создается объект класса тестового, так можно вызвать метод before-класс и after-класс, который будет срабатывать перед созданием объекта и после создания, но зачем нужна аннотация теста, я думаю, и rule понятно, вы только что про них говорили, собственно говоря, тест обозначает сам тестовый метод, ну а rule есть одно из существующих правил. Бывает необходимость выключить тест, вот он есть, но я не хочу, чтобы он исполнялся, игноры, все, игноры, и покажу, это достаточно интересно, последний параметр, параметризованный тест, по сути, получается, выглядит примерно так, я говорю, я хочу, чтобы один и тот же тестовый метод, который там тестирует какую-то, я не знаю, математику, но запускался с пятью, с пятьюдесятью разными входными параметрами, не вопрос, мне не надо писать 50 похожих, одинаковых вот этих тестовых методов, я делаю 50 параметров, и она сама их исполняет 50 раз по числу параметров, тоже неплохо, тоже выглядит неплохо, а вспомните еще вот эту возможность с созданием пакетов, то есть можно делать где-то пакеты, где-то можно делать какой-то тест многократно исполняющийся, и в общем-то все это достаточно открывает такие широкие возможности по созданию таких автоматизированных тестов, что там дальше, а, это не то, до этого мы еще не дошли, и поэтому я предлагаю теперь на это посмотреть, как это выглядит, я буду больше пользоваться аннотациями, все-таки это, скажем так, несколько современнее, итак, что у нас есть, NetBeans, в NetBeans я написал ну самый простейший класс, очень часто для тестирования используют что-то смешное, тип там какой-нибудь плюс-минус разделить и так далее, вот у нас есть какие-то методы, которые, собственно говоря, есть желание, нет, неправильно, необходимость тестировать, понятно, что если написать Main, вот как мы это обычно там на занятиях делаем, да, вот у нас есть там точка входа в эту программу, мы вызываем, смотрим, это нам пока не нужно, мы вызываем, смотрим, как работает Ad, задаем какие-то входные параметры, запускаем программу, видим, что результат у нас сложения 1 плюс 2, 3, мы говорим, отлично работает, но это же не тестирование, это просто посмотреть, насколько наш функционал на занятии был написан корректно, а если у меня это целая гигантская математическая библиотека, если я вношу какие-то изменения, мне нужно снова и снова запускать проверку всего, смотрите, для этого как раз мы и можем сгенерировать в этом проекте, мы можем сгенерировать для этого функционала тест-юнит, модульный тестер, что для этого нужно, для этого нужно, чтобы у вас была установлена библиотека, G-Unit, смотрите, где это можно убедиться, что она есть, в Tools, Plugins, да, кстати, я переключился здесь на английский, ну, просто в русском варианте вообще ничего невозможно найти, пришлось залезть в настройки NetBeans русской, переключиться на английский, в любом случае, открываем раздел Plugins, и здесь есть раздел, который называется установлено, вот не спеша просматривая то, что здесь установлено, мы можем найти, вот он, пожалуйста, G-Unit, видите, версия четверка, при этом, если вы хотите ее деинсталлировать, понятно, что поставили галочку, нажали, она устал, и ради бога, если наоборот, у кого-то не установлена она была, ну, по какой-то, может быть, причине, а там, по-моему, в каких-то версиях NetBeans спрашивают, хочешь установить G-Unit, можно было ее там, предлагать, можно было ее, скажем так, не установить, тогда вы здесь выбираете Available Plugins, убеждаетесь, что в сеттингах у вас выбрано, откуда эти плагины качать, там есть портал, ну, и так далее, там, вот, в общем-то, здесь можно все подключить, и тогда в разделе дополнительно возможные плагины, он должен, этот G-Unit, появиться, ну, все, этого достаточно, этого достаточно, ну, понятно, что здесь сейчас его искать бесполезно, раз у нас есть в инсталле, но сколько их можно подключить, вы видите, 189, даже у меня там при подключенных 40, так, нажал Close, по крайней мере, я убедился, что у меня есть такая возможность, дальше, писать код руками ни в коем случае не требуется, вы нажимаете на проекте, как обычно, правой кнопочкой, New, выбираете здесь, ну, я сразу выбираю всегда вот этот вариант, другое, почему, ну, более общий вариант, выбрали другое, и в списке категорий находите юнит тестирования, вот где есть варианты для G-Unit, это первые три, ну, а видите, даже тест NG, он прям подключен в интерфейс уже сразу, да, поэтому наша следующая как раз и с вами встреча будет посвящена вот этой альтернативе, и можем заодно потом попытаться сравнить, и так, ну, можно сделать что-то пустое, потом руками писать, можно сделать вот это, этот вот контейнер, набор разных тестов в одной упаковке, а вот он, смотрите, очень удачный, красивый вариант, мне говорят, хочешь тесты для конкретного класса? А что, не хочу? Конечно, вот это и выбираем, next. Первое, что меня спрашивают, какой класс ты хочешь протестировать? Смотрите, не надо ничего писать, только кнопочки. Помните, мы хотим получить надежный код, надежный код, это когда все за нас генерировано, поэтому я открываю нужный мне пакет, нужный мне класс, нажимаю окей, и вот оно все установлено. Видите, вот эти галочки, все какие здесь только можно поставить, или наоборот, их можно убрать и снять. Вот это и есть выбор тех возможностей, что на этом слайде есть. Хотите before, хотите автор, хотите и так далее. Вот эти все возможности, они как раз здесь, и вы можете выбирать, вот они, тест класс, тест финалайзер, тест инишалайзер, инишалайзер before, понятно, финалайзер это автор, и так далее. Но я не хочу что-то перед классом, а тела методов хочу. Вот эту галочку не надо снимать, кто-то сами будет писать тестирование. Это я хочу. Ну пусть будет до и после. Все, ну документация мне здесь неинтересна. Кое-что оставил, кое-что убрал, примерно половинку. Итак, нажимаем финиш, аккуратненько мне тут пытаются что-то сгенерировать. Давайте вначале посмотрим на то, что изменилось в самом проекте. Итак, у меня в разделе тест, тест пэккедж, появился, ну во-первых, пакет, точно такой же, как у меня был пакет в основной программе. И вот класс. По умолчанию, ваш класс, который выбрали, к нему добавляется слово тест, это и есть ваш тестовый класс. Обратите внимание, он не наследует ни от какого тест кейса. Да? Потому что сегодня используется аннотация. в библиотеках надо убедиться, что, нет, не так, в тестовых библиотеках надо убедиться, что подключены две. Если кто руками будет подключать, не забудьте, что еще нужно, кроме G-Unit, подключить вот эту. Я не выговорю, как это называется. Хармкрест. Хармкрест какой-то, да. В общем, вот такая библиотека, она идет. Она сама цепляется? Да, когда в среде добавляешь, она сама цепляется. Если руками подключаете, ну придется ее и не забыть, иначе ничего просто-напросто не откомпилируется. Итак, что мы получили? Что мы получили? Кроме всяких разных замечательных импортов, которые нам нужны для работы. Кстати, мне такой вариант импорта тоже не очень нравится. Здесь можно подключить весь пэккедж и получить сразу все аннотации одной строчки. Итак, вы видите, всего лишь навсего у нас есть вот это подключение аннотации, а это подключение проверок. Понимаете, что писать каждый раз асэр точка очень удобно, но у нас есть, слава богу, статик импорт, я могу подключить и писать эти все проверки к самым компактным синтаксисам, какой только возможно. Итак, тестовый класс раз. Этот будет метод вызываться до каждого теста. Кстати, до каждого теста будет всегда создаваться и объект класса myMassTest. Конструктор дефолтный, поэтому здесь присутствует. После каждого теста, а тесты вот они здесь ниже, будет вызываться автор. Кстати, за счет того, что здесь используется аннотация, имя этого метода любой, я могу переименовать во что мне нравится. А теперь смотрите сам тестовый метод. Чуть покрупнее. О, видите, сколько работы за меня сделали. Ну, это же приятно. Для отчетности здесь пишется, что это работает add. Ну, это глупость, конечно, но пусть будет, это я удаляю обычно. У меня есть значение входных параметров, ведь я же складываю. Генерация кода видит, что параметров два. Их нужно создать? Нужно задать? Нужно. Нужно. Соответственно, результат, который будет, как результат вызова тестового метода, помещается в переменную резалт, а это эталонное значение. Так что мне, как автору такого теста, остается только сказать, я буду складывать два и три, результат должен быть пять. Вот и все программирование. Да, правда, еще одна мелочь. Последнее надо закомментировать. Это специально блокировка, чтобы не проработанный тест не запустили. Он всегда, вот эта последняя строчка, скажет, извини, все плохо. И осталось только теперь, после того, как вы результаты, скажем так, начальное значение всех переменных для теста установили, провели второй этап, само тестирование, и третий вы должны с помощью ассертов проверить, что все хорошо. Вот, пожалуйста, один из ассертов. Можно, кстати, посмотреть все остальные, да, например, какой-нибудь А. О, видите, Array, можно массивы сравнивать, Array equal, здесь есть просто equal, понятно, что здесь есть не равно, здесь есть, да, на все случаи жизни, ноль, не ноль, и так далее. Здесь даже true, false, ну, в общем, надо, конечно, читать документацию, но я говорю, народ пытался на все случаи жизни придумать, а как можно сравнить результат, то, что мы получаем в результате теста, с эталонным значением. Мне очень понравилось здесь, например, то, что для сравнения, понятно, что равно, для целых чисел, это, ну, скажем так, на простое равно их можно сравнить, а вот если сравнивается дабл, то там есть значение, эталонное значение и отклонение, потому что для дабл, оно точно равно, не совсем корректно сравнено, поэтому там вот это с еще, вот оно какое-нибудь, с каким-нибудь там эталонным отклонением сделано, так что продумано, очень даже неплохо продумано, но в нашем случае для простоты, конечно, мы не стали изобретать, здесь ничего с вами лишнего, допустим, и оставили в качестве результата, что просто равно, и параметры целых числа, чтобы ни о чем не задумываться, ну, вот и второй тест, это у нас деление, да, ну, хорошо, будем делить что-нибудь простое, четные числа, 8 на 2, соответственно, результат очевиден, все, это комментировать надо, вот, пожалуйста, если сейчас опять нажать F6, то запускается main, это не тест, чтобы запустить тест, мы нажимаем на тестовом файле, вот он, правой кнопкой, тест файл, и он стартует как тест, смотрите, в нижней части, не знаю, тут не увеличивается размер, но вот в этот, если открыть плюсик, я вижу, что прошел тест, вот он, add и div, past, вот оно прошло, что мы можем еще здесь хорошего для себя попробовать, ну, чтобы посмотреть, что-то не прошло, допустим, я не знаю, специально сам неправильный, дам значение результата, чтобы увидеть, пожалуйста, вот я поменял, вот оно, видите, add не прошло, причем тут написано, вот в этом комментарии, да, что ожидается 4, а получили 5, вполне информации достаточно, чтобы разобраться, посмотреть, но сработал именно assert, он поместил в результат, да, этого теста, вы это видите на экране, соответственно, информацию, то есть, вот этот тип ошибки, когда срабатывает assert, их называется в ихнем английском интерфейсе, там есть метод в классе assert, fail называется, если был бы exception, о, кстати, можно посмотреть на exception, так, здесь мы вернем все на место, что было правильно, а допустим, при делении, мы будем делить на 0, это плохо, для целых чисел, вот смотрите, значит, если сейчас запустить, видите, первый тест на сложение, он прошел, о делении, не assert, а error, поэтому, как раз, говорит о том, что произошло, вон видите, как раз, прям четко, как в обычном Java коде, у меня вся информация, об этом исключении, здесь, в этом, а double, оно делит на 0, double, это другая история, я поэтому, бесконечности, должен быть, да, бесконечности будет, и не будет, exception, и не будет предопределения, double однозначно, ну, конечно, конечно, пройдет, но только надо сравниваться с бесконечностью, да, надо справиться, справиться, что это бесконечность, ну, а как же, куда же деваться-то, для double, есть такое, в типе данных, значение, так, ну, вот, вернем, конечно, здесь двоечку, еще раз убедимся, что все тесты, тесты выполняются, вы видите, если тестов огромное количество, да, то вот такая простейшая, вроде бы, система генерации, но она снимает, с человеку очень много, уйти на работу, очень много, я не скажу, что все, но мне кажется, что где-то должно быть, все-таки 70 на 30, 70 с нас снимают, 30, вот эти думаем, тестовые варианты, и так далее, и так далее, давайте попробуем что-нибудь, ну, пока мы увидели только, по сути, основные аннотации, это тест, что еще мы видели, да, больше ничего не видели, я, конечно, сюда мог бы что-нибудь поместить, но я думаю, что before-after и так понятно, как они работают, так, что можно было бы интересно попробовать, дополнительного, смотрите, вот аннотация тест, она внутри себя уже содержит готовые правила, готовые правила, которые очень часто используются, поэтому их не надо в виде отдельной аннотации rule использовать, взявляем в тест уже входит, например, смотрите, какая интересная штука, я могу у теста взять, поставить скобочки, и здесь в скобочках у нас есть две позиции, тайм-аут, например, тайм-аут предполагает, что вы укажете время, в которую должен уложиться тест. Если тест не уложится в 100 миллисекунд, у нас будет исключение. Ну, понятно, что такой тест смешной, как Ed, он всегда уложится, да, в 100 миллисекунд, можно здесь сколько угодно нажимать эту кнопку, оно все время будет паст, но я могу усложить... Одну миллисекунду. Одну, вы думаете, что он может не справиться с этим? Потом 62 пишет. 60? А. Вот опять оба, тут 0,3 у меня, там вообще 0,3 миллисекунды. Тут в обоих теста 54. Да, там все равно все это пролетает, но уже там за тесты у нас смешные, поэтому мы поступим, конечно, проще. Мы просто-напросто изменим немножко метод, который складывает, и вот здесь у нас такая реализация, сделаем вид, что у нас очень сложная реализация. Поэтому возьмем какой-нибудь замечательный класс FRED, у него есть статический метод, который означает подождать. Ну, если там 100, то легко поставить 200, да, и тем самым мы все сломали. Правда, тут еще исключение нужно, но ладно, это не суть важна. Вот, у нас теперь этот метод выполняется 200 миллисекунд, а теперь переключаемся обратно на тест. Наше значение, да, но тут, тут теперь исключение, мы же его не обрабатываем, значит, придется здесь как-то, вообще-то нехорошо, надо, конечно, исключение обрабатывать, но ладно, такой пример уж так получилось, ладно. Смотрите, вот видите, error, error, время превышает 100, соответственно, если здесь поставлю 1000, значит, теперь никаких проблем не будет. Вот, все нормально, работает. методы, к чему это я веду? А вот теперь представьте, что вам важно, чтобы все методы, да, все методы, и нам их много может быть, в одном классе, может быть, 10, 100 этих тестирующих методов, и предполагается, что, допустим, они все должны быть каким-то вот таким общим значением времени ограничены, поэтому я сейчас в div тоже продублирую 200 параметра, ну, добавлю, понятное дело, что interrupt, выброс исключения, вот у меня теперь оба метода с паузой, а если я запущу тестирование, у меня же стоит ограничение по времени только на add, на div, я не добавил, не добавил, значит, что мы сейчас увидим? Пожалуйста, смотрите, тесты проходят, оба проходят, там время-то какое у меня, а, ну да, допустим, стоп, теперь add не пройдет, потому что у него есть ограничения, а деление прошло, потому что там, скажем так, вот этих никаких проверок на время не сделано, и что получается в этой ситуации? Скажешь, ну, надо и туда добавить тайм-аут, не обязательно так сложно, не обязательно, потому что мы можем с вами использовать вот этот вариант аннотации, который называется правило, правило, и если я отсюда сейчас тайм-аут уберу, вот так, теперь нигде нету никаких лишних у теста слов, я могу добавить аннотацию rule уже в самом классе, ну, естественно, в классе тестов, и вот эта аннотация, она будет ко всем тестовым методам применяться, готовая, один из готовых вариантов, итак, я пишу здесь паблик, использую, все они должны быть наследниками класса test.ru, кстати, test.ru, он как тип данных, поэтому здесь может использоваться, все они могут быть разные, но все наследники test.ru, допустим, я назову его timeout объект, готовый класс уже из библиотеки g-unit, это как раз timeout объекта то класса если я создам, timeout, он-то и наследует от класса соответственно test.ru, и здесь как параметр я могу этому объекту и задать то самое время, которое я хочу установить, о, видите, как все замечательно, вы скажете, а вот эти вот красные это все ерунда, надо просто нажать определенное еще подключение дополнительного пакета, так, подключили, итак, что мы видим, у нас общее правило для всех тестовых методов, о, мы оба провалились, что мы и хотели, и вот такие правила, у нас есть еще, 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 и вы можете, скажем так, при необходимости, помните, я же говорил, написать даже свои, отлично, сотни, теперь тысячи, теперь все пройдут, еще один момент, очень важный, с точки зрения настроек, помните, мы делили на ноль, ну понятно, что произошло исключение, а теперь представьте себе ситуацию, я действительно хочу выполнить тест, в котором происходит деление на ноль, я знаю, что результат должно быть исключением, поэтому, если оно, это исключение появляется, это значит, что тест пройдет, я должен заявить здесь, я должен сказать, это нормальный результат, именно наличие исключения, вот, а у меня сейчас и рот, я должен опять воспользоваться аннотацией тест, и в ней есть возможность указать другое готовое, это тоже правило, и еще одно готовое правило, в данном случае оно будет звучать, как, оно будет звучать, после слова expected, должно быть ими исключение, какое там оно у нас, арифметик, exception, по-моему, арифметик, вот он, арифметик exception, да, здесь нужно писать обязательно не сам, а класс, то есть метаданные, метаданные должны быть предоставлены, вы, я надеюсь, понимаете, что здесь большая часть того, что происходит с этим классом тест, основана на рефлексе, то есть эти метаданные извлекаются, анализируются движком, и они все это используют, так что мы теперь, там-то хоть написали, да, перед делением, я говорю, ожидается ноль, попробуем, оба теста прошло, наше ожидание, абсолютно правильно, понимаете, что никакой ассерт на равно здесь не срабатывал, потому что возникло исключение, которое движок оценил, что да, оно ожидаемо, и выдал результат теста, прошел, тоже вполне разумный вариант, одного из тестов, который попроверял на деление, чуть более сложная ситуация, когда мне нужно сделать набор тестов, набор тестов, потому что вы понимаете, что, ну хорошо, это такая смешная ситуация, там, деление, умножение, а если у вас какая-нибудь математика более серьезная, и проверить нужно, как обычно, да, какой-нибудь стандартный вариант, какие-нибудь крайние, совершенно диаметрально противоположные наборы данных, должны быть поданы на вход, и тестов позже понадобится много, вот в этой ситуации, я и могу задать, прямо вот у нас же ведь есть тесты, прямо здесь, в этом классе maths test, я могу расписать некий набор параметров, который движку поручу использовать, и он будет для каждого набора параметров, запускать вот эти тестовые методы, для сложения, для деления, ну, так как вроде бы у нас время есть, я этот код, не буду ниоткуда копировать, его попробую, не спеша, написать, значит, у нас есть слово, вот этот, параметризованный, org, gunit, можно здесь проверять, что вы из правильной библиотеки берете, так, точка, у нас здесь используется параметр, понятно, множественное число, и после вот этой аннотации, где мы определяем параметры, мы должны на самом деле, собственно говоря, а класс, а по сути получается, что мы здесь должны переопределить, ну, сейчас вы увидите, метод из этого класса параметров, который предоставит, предоставит для нас информацию, так, паблик, static, ну, static он должен быть, возвращает коллекцию, collection, вот это, java, нет, не это, а, это не то, collection, о, java util обычно, так, и метод должен быть переопределен, numbers, не, может быть, как-то этот код и можно сгенерировать, ну, так, оно так нагляднее, все, вот, пожалуйста, понятно, что мне здесь хотят предложить, так как есть тип возвращаемого значения, не забыть все-таки что-то вернуть, return, а collections, java util, мне уже сюда в импорт добавили, и так, пишу return, я должен вернуть коллекцию, но, понятно, что можно создать коллекцию, положить туда кучу данных, но это хочется все сделать в одну строчку, у нас в одну строчку, наверное, можно подобрать много вариантов синтаксиса, но один из достаточно распространенных, это когда я создаю, когда я создаю, инициализирую, с помощью класса erase, список, вот, erase, в нем есть asList, и здесь я должен дать, и здесь я могу дать массив инициализаторов для этого списка, в виде массив объектов, ну, массив объектов, new object мы создаем, а в, двумерный массив, а здесь список инициализаторов, итак, что мне нужно давать, вот, сколько мне нужно параметров, сколько мне нужно параметров для каждого теста, задать, отгадайте, варианты ответов, 1, 2, 3, чтобы я мог запустить тест, и еще раз тест, сколько мне нужно параметров для add, сложный вопрос, да, я не прав, задал очень сложный вопрос, 3, потому что нам нужно AB и результат, эталон, ну, и все, вот сюда, где этот, вот сюда, фигурные скобки, каждый набор параметров, понятно, что это как бы отдельный элемент, это же массив, ну, пусть будет 2 набора, ну, ладно, пусть будет 3, что жалко, что ли, и так, у меня, допустим, будет первый эталон, 1, 2, ну, результат должен быть 3, да, кстати, получается здесь обратить внимание, этот параметр, он будет для всех использован, поэтому при делении будет некорректный результат, он же будет для каждого теста использован, поэтому здесь нужно, а вот тогда мы игно разделы, я скажу, а сейчас он выполняться не должен, где у меня это остается, а этот у меня, а его тогда мы уберем, не вопрос, все, вот оно, убрали, тоже пригодился, значит, мы только тест сложения будем выполнять множество раз, а у нас есть первый параметр, набор параметров 1, 2, 3, дальше уже, я думаю, понимаете, что это не принципиально, но, допустим, в третьем варианте я специально сделаю неправильно, так, все, параметры сделаны, далее, это не все, к сожалению, к сожалению, далеко не все, дальше, мне нужно украсить, вот этот вот класс, теста дополнительной аннотации, который говорит, о, там параметры есть, не забудь их использовать, вот такая специальная аннотация, которая позволяет это сделать, но я надо тоже подключить, она идет чуть-чуть в другом каком-то пространстве, лежит, runner, и так, run with, и здесь я указываю, вот этот вот, вот этот вот класс, как параметр, что именно с ним и надо все это запускать, так, сделано, неплохо, опять еще не все, дело в том, что, теперь, когда каждый раз будет создаваться, объект класса, myTest, он должен откуда-то параметры брать, а для этого нужен конструктор с параметрами, значит, его нужно писать, да, и еще, нам нужны параметры сами куда-то класть, просто конструктор хорошо, нам нужны, соответственно, переменные, не вопрос, int, а, b, как мне там она называет, чтобы не писать кучу нового кода, result, о, нет, expresult, ожидаемый результат, соответственно, сюда я добавляю ожидаемый результат, так, данные для хранения есть, теперь мы делаем конструктор с тремя параметрами, точнее говоря, генерируем, а дефолтный конструктор убираем, он должен быть одна штука конструктор, все, вот, пожалуйста, мы это сделали, но пока еще не все, теперь придется поменять сами тесты, потому что наши тесты брали данные из, вы понимаете, из своих каких-то значений, а в этом, в нашем новом варианте, они их берут из членов класса, ну, вот так, по крайней мере, похожи уже на правду, запускаем правой кнопочкой, файл тест, ух, а она все-таки, о, игнора не отработал, ну, надо же, написал же скипт, а, скипт написал, а я смотрю, там строчка появилась, скипт, смотрите, значит, получилось, три пропущенных, это наши игноры работы справедливо, а вот эти прошли, два, и где я сделал ошибку, он не прошел, значит, в результате этого тестирования, мы полезли, исправили какую-то некорректную бизнес-логику, соответственно, и, пожалуйста, вот мы запустили программу, о, убеждаемся, что все три теста, которые мы хотели, все они были выполнены, вот вам набор тестов, отработал, да, теперь все три отработали, те все три пропущены, пожалуйста, ну, скажем, какой-то вот, такой минимальный набор возможностей, я не буду показывать, не буду показывать, вариант с созданием вот этих вот наборов тестов, ну, собственно говоря, тут у нас и набирать-то не из чего, да, у нас один тест-класс, и, собственно говоря, там в нем два метода, поэтому не очень это все сейчас для нас интересно, если вам будет нужно, не вопрос, вы откроете документацию по G-Unit, и там как, да, даже здесь это все можно сделать, вы нажимаете вот сюда, да, я сейчас сгенерирую, не буду показывать, но сгенерировать я могу, я для нашего проекта выберу сейчас вариант, смотрите, вот он, test suite, ну, пусть называется new test suite, да, ради бога, нормально, пожалуйста, сгенерированный класс, правда, там пэкч надо было выбрать, нет, я не, не успел, вот, в нем кода нету, вы скажете, плохо, что нету кода, а он и не нужен, а он здесь и не нужен код, на самом деле, потому что самое главное здесь указать, вот у нас сказано, значит, запускай этот, эти тесты запускай с этой аннотации, run with, а эта аннотация говорит, используй класс suite, а в классе suite, вы вот здесь через запятую пишите, т, тесты, которые надо запускать, вот и все, но хотя бы один у нас есть, поэтому я его могу совершенно спокойно подключить, mymask, вот он, тест, естественно, точка, класс, да, и если здесь хотите еще в этот контейнер положить что-то, ставите после слова класс запятая, запятая, и любое количество классов, которые надо запустить, как один пакет здесь записывайте, по сути у нас получается, что это здесь конструктор с произвольным числом параметров, все, вот этого достаточно, больше ничего не нужно делать, я сейчас могу нажать, теперь уже на test suite правой кнопкой, тест файл, и она должна запустить все те же самые тесты, которые у нас с вами были сделаны, там, но теперь, он тестирует все те, которые здесь вы классы напишите, и все их не тестовые методы вызывайте, которые вот вы здесь напишите через запятую, как набор параметров, и он весь этот пакет запустит, сколько бы их там ни было, да, нет, конечно, мы можем сделать еще более, но это требует уже небольшого кода написания строчек 5, да я могу показать эти строчки, у меня где-то в одном из проектов, я надеюсь, написаны, так, тест, а может быть и нет, открывается что-нибудь, это не то, так, это не то, можно написать запуск со своего какого-то кода, то есть вы можете и сами стартовать, так, это масс-тест, это как раз параметризованный вариант, неужели у меня ни одного не осталось варианта, нет, оно, конечно, где-то есть, оно, конечно, где-то есть, нет, это не то, давайте еще один какой-нибудь проект попробую открыть, может повезет, так, java application, какие здесь были открыты, третий, второй не был открыт, ну попробуем второй, это не то, сейчас посмотрю, где-то я этот код смотрел, для себя, ничего нет вообще, ну это вообще ни о чем, ладно, последняя попытка, в документацию можно залезть, так, этот что ли, нет, это какая-то ерунда, это не то, это не то, так, сейчас попробую показать, где-то у меня здесь должна быть под рукой документация, если никуда она не делась, g-unit, может быть здесь сейчас увидим, ну обычная документация, да, g-unit, так, environment, вот он код, вот он, так, сейчас попробуем увеличить, о, куда она прыгнула, смотрите, вот столько строчек кода, достаточно написать, чтобы вы могли, опять же, любое количество тестов запустить, вы пишете специальный движок здесь, g-unit core, здесь указываете, какие тесты надо запустить, а нет, что через запятую можно их писать, и все, эта строчка запускает все тесты, потом вы только из объекта result, который вам генерирует, говорите, дайте мне фейла, и уже в цикле просматривайте результат, все элементарно, точно так же вы можете посмотреть, где это raw, поэтому вы можете написать и свой код, который запускает нужные тесты, в нужном порядке, в нужной последовательности, анализирует результат, и не обязательно выводит на экран, а в какой-нибудь лог, и это уже будет автоматизированное тестирование, ну, скажем так, где человек, его руки, его глаза, абсолютно не требуются. Вот то, что может g-unit. Чего мы еще здесь, в плане тестирования, не видели. Давайте подумаем, вот, над другим кодом, в этом проекте, который я сделал, заготовлена еще одна функция. Вот это. Смотрите. Значит, идея такая. Идея такая. Предположим, что у нас есть какая-то функция, которую мы пишем. Ну, понятно, что с потолка совершенно написан код, какой попало. Значит, идея следующая. Мы должны что-то отредактировать. Предполагается, что функция, как контейнер, ей на вход дают номер записи в базе данных, она из баз данных эту запись вынимает, новые данные, которые вы, считай, передали, используя их и сохраняет это в базу. А объект, который позволяет работать с базой, он здесь тоже передается как некий такой входной параметр. Некий там database, неважно. И получается, что это наша функция, она, являясь контейнером, внутри себя использует некий функционал, получается, другой, да, функционал дополнительных классов, вспомогательных классов, которые будут связываться с базой данных, которые будут сохранять данные в базу, и, собственно говоря, какая здесь возникает проблема. Возникает проблема, а что вы тестируете? Если вы собираетесь протестировать метод edit, или, допустим, метод, который возвращает данные с СУБД, а если в СУБД изменится информация, и ваш тестовый вариант говорит, дай мне всех сотрудников, начинающихся на А, и вы предполагали, что, ну, скажем, на момент написания теста, что там этих сотрудников вдвое, и выясняется, что после того, как кто-то изменил базу данных, там и теперь трое. Но ваши тесты, это в результате, это не будут проходить. То есть нам нужно изолировать наши тесты от внешнего мира. Может быть, не обязательно, может быть, не во всем, но в какой-то части вот этих вот дополнительных вызовов, которые здесь происходят, ну, в нашем случае, на объекте DB, но от них нужно изолироваться. Согласны? Согласны. Как это проще всего сделать? Как это проще всего сделать? Вы скажете, ну, давайте закомментируем эти строки. Согласитесь, это смешно, да? Давайте закомментируем. Нет, можно взять и написать какой-нибудь другой класс DB, который будет там, например, называться DB testing, и он будет возвращать в варианте find какие-то стандартные данные, хардкоды данные, которые я могу четко контролировать и могу быть уверенным, что всегда они одинаковые. Он может одинаково отрабатывать сейв и так далее. Но если я сейчас здесь начну писать класс другим именем, то это предполагает, что я вношу изменения в существующий код, который я тестирую. И тогда как мне тестировать? Что я каждый раз должен переписать, а потом на продакшн, когда я буду после тестирования возвращать, я должен снова что-ли его менять? Снова стирать что-ли я должен? Поэтому вот таких ситуаций, для того, чтобы мне было удобно писать вот эти вот заглушки, создавать эти заглушки, а предполагается использовать чего? В качестве параметра интерфейса. Мы не пользуемся никакими конкретными именами, именами класса. А вы говорите, хорошо, что это у вас будет за объект класса DBS? Какой он функционал в себе должен содержать? Open, Save, там Find и так далее, и так далее, и так далее, пять каких-то методов. Да не вопрос, поместите их в интерфейс. Вот, пожалуйста, сделан интерфейс, database какой-то интерфейс, который в себе содержит один, два, ну для нашего примера достаточно двух методов. И тогда, с самого начала, вы знаете, что вам нужно будет тестировать, вы делаете таким образом, чтобы это было удобно для тестирования, чтобы можно было при тестировании сделать подставной функционал. И поэтому в вашем методе, который вы называете MyDBLogic, в классе MyDBLogic, в методе Edit будет называться, это надо делать в момент написания кода, да, не после, как я сейчас меняю, а в тот момент, когда вы только разрабатываете архитектуру. И у вас будет параметром здесь интерфейс. Обратите внимание, мне ничего не нужно менять внутри. Мне больше никогда не придется менять в том числе и параметры в этом методе, если меня устраивает по количеству, да, то этот DBint меня вполне устроит. Даже если там появится в этом интерфейсе дополнительный функционал, ради бога, я здесь использую Find и Save, если они там есть, все работать будет. И теперь получается дальше. Мне нужно этот интерфейс реализовать по-разному. Если у меня будет рабочий вариант, мне нужно реализовать этот интерфейс, который будет действительно взаимодействовать с UBD. А для теста мне нужно будет реализовать этот интерфейс иначе, чтобы он выдавал какие-то подставные данные, чтобы он как-то изолировал от внешнего мира мой тест для метода EditIde. Идея понятна. Вы будете для теста реализовывать каждый интерфейс руками? Это же ненормально. Представляете, да, какая работа. Это как-то вообще выглядит ужасно. Поэтому, естественно, авторы библиотеки, они прекрасно понимали, что, да, люди напишут, скажем так, при определенном опыте грамотно код, который удобен для последующего тестирования. Но написание вот этих всех подставных интерфейсов, скажем так, подставных реализаций для интерфейса, оно, конечно, выглядит не очень удобно. И что они сделали? Они, например, в G-Unit это не поместили, но в G-Unit поместили расширения, которые позволяют, скажем так, используя платформу, охватить какие-то более специфичные ситуации. Ну, например, самое понятное, я так понимаю, из названия, например, G-Unit. Это готовый набор, скажем так, неких уже тестов для разбора G-SML формата. Веб. Со словом веб. это готовое расширение для анализа к HTML. А именно, что там в HTML нас может смущать? Ну, какие-нибудь проверки на формах нужно сделать и убедиться, что корректное значение формы. Вот это будет тестирование вот этих, вот скажем так, HTML-ских элементов. Смешное название «Кактус». Это для тестирования сервлета Enterprise Java Beans. Серверное, серверное тестирование. А наш с вами вариант, который я хотел показать, потому что он такой как бы универсальный, он не относится к какому-то направлению а-ля веб или а-ля там еще что-то. Это Mock. Слово Mock Mock. Мне, вот, я посмотрев из того, что предлагает варианты перевода, мне нравится имитация. То есть, вот этот класс или, скажем так, вот эта технология позволяет создать имитацию объекта для данного вам интерфейса. И получается, у вас есть интерфейс DB-Int, но сгенерирует код этой имитации, которая будет использована в тесте. Джимок. Они вы руками. И опять получается, для автоматизации тестирования вам не нужно писать километры кода. Вы просто говорите, а, вот этот DB, ну, замени мне на имитацию, чтобы он не работал с реальной жизнью, а чтобы он, понимаете, брал это откуда-то, скажем так, генерировал сам и тем самым вы отсечете какие-то, скажем так, варианты, которыми вы из внешнего мира, которыми вы не можете управлять, чтобы изолировать тест. Это не единственный библиотек расширений вот этих вот созданий, этих имитаций. Их много. Ну, вот, как бы, красиво созвучно просто джи-юни, джи-мок, да, ну, понимаете, они где-то рядом вместе находятся. Поэтому давайте глянем вот на такое расширение, на такое расширение. Так. На такое расширение. Так. Что нужно, что нужно нам куда бросаться? Ну, естественно, среда нам нужна та же самая. Значит, здесь мы уже поменяли все, что хотели. Да, кстати, надо убедиться, что это работает. Но у меня есть какая-то реализация дбэйс. Понятно, что она ни в какую базу не лазит. Это просто заглушка. Но я специально в этой заглушке, сейчас я напишу только имплемент, этот самый дбинт. И идея вот этого всей заглушки, чтобы мы видели, что каждый метод файнд, каждый метод сейв, который вызывается, он некую тестовую печать выводит. Чтобы я видел, работает мой код. Потому что когда будет работать в заглушке никакой печати, не будет. Это нам сразу скажет, да, работает не наш код. Так, для того, чтобы запустить, посмотреть все это у нас в мейне, по-моему, была какая-то строчка кода. Вот, мы теперь можем раскомментировать. А это нам теперь сложение абсолютно неинтересно. Так, F6. Смотрите, вот она пишет. Вызвался edit item, вызвался find, вызвался save. Ну, и для значения ID первого параметра здесь используется. И вот он, видите, new, debase. Сюда, в случае тестирования, понимаете, надо подставлять что-то, что реализует интерфейс, но не связано с OBD. Итак, я это даже закомментирую, чтобы оно больше нам не мешало. Как этот тест сделать? Как этот тест сделать? А, кстати, как его сделать, действительно? Попробуем генерацию кода. Не будем же мы руками писать. С чего мы начали? Все должно генерироваться. Итак, беру опять наш проект, new и выбираю то же самое, что было в первом случае для существующего класса. Next. В данном случае уже класс как раз вот этот вот, который бизнес лоджик. Не нужно мне до, после. По-моему, не нужно. Смотрим сгенерированный вариант. Ну, как избавимся от лишнего кода немножко. Многовато его. Так, смотрите, значит, у нас здесь получилось следующее. Ну, метод был один, edit item. Вот он, вариант его тестового в исполнении. Так, ну, это вы понимаете, здесь никакого, естественно, даже близко мы не видим сейчас с вами использования вот этих вот имитаций. Для того, чтобы вообще мы могли начать использовать имитацию, нужно скачать расширяющую библиотеку. Вот она. GMOCK 2.6 версия. Значит, в ней много всего, много всего, но для того, чтобы вот наш простой пример заработал, достаточно вот одного только вот этого JAR-архива на 300 килобайтов, достаточно его подключить. Ну, не вопрос. Значит, наш NetBeans, находим проект, вот он тестовый, правой кнопочкой Add JAR. О, она даже помнит то, что я это подключал. Выбираю GMOCK. Все, библиотека подключена. Вот она в списке появилась. Раз. Дальше. Дальше мы должны сказать, что мы будем использовать имитацию. Для этого нужно вот эту всю инфраструктуру, ну, как бы ее управлять, да, чтобы дать команду, делай имитацию. И для этого в классе теста мы создаем специальный объект, он называется, странно у него название, здесь вообще у всего странное название, это и Mocky, и так далее. Mockery он называется, а объект контекстом является, ну, сокращенно контекст. Ну, создать, значит, создать. New, этот самый Mockery. Так, все, ничего сложного, вы видите, без параметров, вообще, просто, по сути, некий контейнер, который будет управлять всей этой генерацией, любого количества объектов имитации. сделанным. Дальше, дальше. Теперь нужно его попросить начать работать. Ну, в каждом тесте вам, наверное, могут понадобиться свои имитации. Я вот этот вот уберу отсюда, что тут какой-то edit будет, не хочу увидеть. Так, дальше. Входные параметры, пока сейчас мы об этом думать не будем, но здесь мне нужно написать. У меня же параметр есть, DB. Вот он мне здесь непонятно чему равен. Если сейчас он null, то это же никуда не годится. Или я сейчас напишу здесь new database, это будет мой объект, который лезет в реальную базу. Это нельзя. Заглушка нужна, имитация. Поэтому вот здесь я пишу DB int интерфейс DB равно. И дальше смотрите. Беру объект контекста точка. Вызываю метод mock. И ему надо в качестве параметра указать, для какого интерфейса будет сгенерирован вот этот вот будет имитация. Ну, естественно, в нашем случае DB int. Так, интерфейс точка класс. Все. Вот теперь это объект имитации, в котором есть find, в котором есть и так далее. Там сколько? Два метода? Оба есть. Все, теперь разбираемся со входными параметрами. Значит, у нас создается объект, на котором мы тестируем метод edit. Мы должны задать, ну, пусть будет R, не важно, какой ID-шник, пусть будет ID-шник пятый, какие-то входные параметры, совершенно не важно, какие ожидаемый результат. А какой ожидаемый результат? А ожидаемый результат один. Потому что у нас редактируется, должна быть отредактирована, если все успешно, один элемент должен быть отредактирован. Это мы, помните, убираем, это тоже никому не нужно. чем хороши вот эти имитации? Они не просто отсекают внешний мир, но эти имитации с помощью моков, которые создаются, они еще имеют внутри себя возможность фиксировать, какие вызовы произошли, с какими параметрами произошли вызовы, какие вызовы не произошли, сколько раз произошел вызов того или иного метода. Он, по сути, в себе этот объект имитации еще отслеживает и фиксирует все, что происходит. Он как этот самый, я не знаю, как лог ведет какой-то, того, каких действий происходит на этом объекте. И более того, он считает, что если вы ничего не сказали, то и ничего не должно происходить. А мы же ничего не сказали, что там должно быть. Просто создали его и кинули. Смотрите, запустим тест. Где он? Вот он. Запустим тест. Сейчас она. Она говорит, о, она говорит, смотри, там у тебя вызов какой-то произошел, unexpected. Она говорит, ничего ты мне не говорил, что должно быть. И тест рухнул, потому что кто-то что-то вызвал. Поэтому обязательным, ну, чаще всего обязательным элементом, который сразу идет после создания вот этих вот имитаций, вы должны определить, а что там происходить-то должно на этом объекте имитаций. Что вы ожидаете от него, от этого объекта. Для этого, прежде чем вызывать тестовый метод, мы должны на контексте, контекст, точка, видите, какая интересная штука, checking, expectation, ожидание. У него много возможностей, у него есть и проверка, у него там есть и проверка, что произошло, но это дополнительно уже после выполнения теста. А здесь мы сейчас формируем наши ожидания. Ну, наши ожидания это будет не expectations, как они здесь написали, это не то, а мы должны создать новый объект класса expectations. Вот другое дело. И вот сюда мы должны поместить, это конструктор, должно здесь быть генерация, генерация, как это назвать, что-то она не поставила пробел. Вот так. Здесь внутри и будут наши ожидания, как, ну, скажем, некая инициализация этого объекта new expectations. Во множественном числе. Вариантов много, это надо, вот это уже вы будете изучать долгими весенними днями и летними днями. Потому что вариантов, как здесь можно проверять, посмотрите сколько. Нет, это не то. похоже, мне все выдало. Нет, это не то. А как попросить? Хорошо, наберу слово какое-нибудь one. Какой-то здесь интеллисенс не очень рабочий, а у меня нету случайно ни в какой здесь библиотеке куда можно было ткнуть. Нет. Ну, можно поискать, можно поискать, это несложно. В этих библиотеках там есть GMOCK стартер и сразу будет такая простенькая, ну, скажем так, несколько строчек, как этим можно пользоваться. значит, смотрите, очень распространенный как раз синтаксис в этом ожидании, это one. Я говорю, должен быть один раз вызван на объекте db точка кто? find с одним параметром. там, id у меня. Вот и все. Здесь дальше ставится точка запятой и еще если какие-то ожидания должны быть, ну, там у нас еще что-то вызывается, мы сейчас его добавим. Да, сейчас только надо покликать импортами разными подобавлять их. О, одного хватило. Где он появился? Вот он, gmoc, expectation, gmoc, mockery. Нормально. Смотрите, значит, я говорю, fine, должен вызываться. Не вопрос, не вопрос. Ну, давайте сразу второй метод напишу, потому что иначе как-то смешно. Один проверили, а второй тоже вызывается. Чего же я буду сразу пропишем. Я говорю, второе должно мой save. Но save, по-моему, с большим числом параметров. Там у нас идет ID. Забыл уже все. Где этот бизнес лучшик? А, G, вот он. А, он внутри. Что его нету нигде? Save. А, он в DB. Ой. Да, имя какое-то, строка, все понятно. Ладно. Так, где этот наш тест? Значит, у него здесь параметром идет new name. Так, все. Расписали. Точка запятой. И вот если сейчас запустить, так, какие-то ошибки. Правильно. Тест файл. То смотрите. Вот в этом окошке все прошло. Past. А вот я специально сделаю какое-то изменение, чтобы вы увидели, что да, она на это реагирует. Это не шутка. Возьму этот edit. где он у нас. И просто так непонятно зачем вызову, например, два раза сейв. Вот так просто. Случайно. Вот так вот. И теперь смотрите. Возвращаемся туда в тест. Видите? она говорит unexpected invocation. Она говорит один же раз договаривались один раз и вот пожалуйста оно сработает. И здесь можно почитать будет написано какой из этих будет вызван где-то тут в этом большом списке мы вызвали edit а в нем произошло save вот он unexpected invocation. Можно указать сколько раз вызывается. Можно указать. Можно сказать любое количество раз. Все это указано. Еще я закомментирую этот лишний вызов. Это понятно что нам был нужен для примера. Но вот еще обратите внимание допустим такая возможность где-то потерял. Вот еще один вариант. Обратите внимание я вызываю save и предполагается что оно должно вернуть сколько. Но если одну запись в базу сохраняем она должна быть единица. Это я возвращаемое значение фиксирую. Теперь вопрос. Простите а в нашем варианте теста сгенерированный объект имитации с помощью этого моков а он простите какой результат вернет. Вот мы его сгенерировали потерял его. Вот мы его сгенерировали. Да он содержит реализацию этих методов find и save. Но save как написано. он два параметра получает но это интерфейс да он возвращает чему равную возвращает им. Понимаете да то есть мы же не определили мы же не сами писали поэтому вот этот expectation он тоже позволяет задать смотрите вот он find у save я могу написать что он должен вернуть такой странный синтаксис will return после этого тоже должно быть написано точкой запятой will здесь внутри return причем не просто return return value я говорю он единицу должен вернуть я говорю единицу должен вернуть ожидаю что он должен то есть я вот смотрите зафиксировал теперь этот вариант если запустить программу ну что у меня там а что он возвращает вроде все прошло а теперь здесь я напишу допустим что он должен двойку вернуть так я же убрал каждый раз пропадает надоело уже за ним верить так надо это зафиксировать вот так так прошел но это неправильно так а что у меня в бизнес логике написано не в этом а вот оно да смотрите вот видите специально да то есть здесь теста прошел я же не проверял возвращаемые значения я просто попросил вернуть сейв два с помощью этого синтаксиса с помощью то что задается в ожиданиях я говорю мне пожалуйста чтобы этот метод был вызван один раз это он проверяет и метод вы должны возвращать я сказал двоечку я его не писал он был сгенерирован я специально здесь после вызова метода сейв сохранил результат проверил что результат равен двойке написал то есть вы видите я управляю могу управлять результатом который будет сгенерированный вот этот вот имитатор мне возвращать понятно что это же тест да то есть вы знаете вы делаете какой-то запрос и знаете что должно быть пять человек в базе начинаться с буквы а значит вы можете ваш метод какой-то там find вернуть пять и вы проверяете что результат действительно возвращается как пятерка поэтому мы не пишем код но мы в каком-то смысле и проверяем что он вызывается сколько он раз вызывается и даже управляем какой он может вернуть значение что дальше мы должны сделать ну вы видите что это уже работает для имитации объект создается мы не реализуем своими руками этих интерфейсов может быть очень много дальше идет здесь возможность стандартных проверок это то что мы видели в G-Unit но здесь есть свои дополнительные проверки которые можно сделать на эти самые объекты имитации где можно опросить посмотреть как там методы завершились какие были входные параметры и проверить правильно это корректно или нет вот с таким расширением ну скажем вот то что мы сейчас видели с помощью этих объектов имитации классов из библиотеки G-Mog мы можем писать ну скажем так некие тесты они могут быть частично как это модульное тестирование и частично как некое интеграционное тестирование где мы проверяем какую-то часть функционала часть функционала убираем изолируем наш тест внешнего мира чтобы его не захватывать тестирование ну скажем так такое разумное расширение вполне вполне полезно если вопросов нету то тогда следите за анонсами потому что следующее наше будет занятие семинар будет посвящен тест НГ еще одна библиотека ее будет тогда возможность уже сравнить с G-Unit ну и последнее что я хотел сказать для того чтобы писать тесты надо писать программы чтобы писать программы нужно писать тесты а соответственно вам нужно изучить и тестирование и программирование и наш центр специалист в лице наших преподавателей не только меня но и моих коллег будет вам рад в этом помочь на этом всем спасибо за внимание да спасибо за внимание и всем всего доброго успехов спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание Продолжение следует...